Так как голос сам по себе в принципе это децентрализованная автономная организация, в которой устроена экономическая система, организована социальное взаимодействие, она дает вам цифровую подпись и множество этих действий, которые в принципе сейчас организуются государством, потенциально сейчас уже можно с помощью этой платформы осуществлять. В 100 раз быстрее, чем и больше транзакций, чем в эфире, то есть это не 40-50, это 5000 транзакций в секунду, в 1000 раз больше, чем биткоин, ну и совершенно непонятно, насколько это производительность существующих аппаратов государственных. И самое главное это 100 рублей цена аккаунта для пожизненного использования сети. Это дешевле, чем яблоко. Мы искренне верим, что эта цена ответит заранее на все вопросы, связанные с тем, откуда деньги в системе, потому что внутренняя стоимость токенов голоса, она производится от того, что каждый аккаунт стоит денег. За каждый аккаунт кто-то платит. Платит небольшую цену, но наша технология позволила решить практически все существующие проблемы для предпринимателей, бизнесменов, интернет-пользователей, блогеров и так далее за 100 рублей пожизненно. И самое главное без налогов. Давайте, 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 давайте. Да, когда я говорю без налогов, я не говорю о том, что вы не должны платить налоги. Каждый сам должен решить для себя, налогооблагаться или не налогооблагаться. Потому что все сейчас говорят про блокчейны, вокруг этого много кипиша. Все говорят о том, что это сократить транзакционные издержки. И вот что я вам скажу, что экономия на транзакционных издержках, она мизерная, ерундовая по сравнению с тем, что налоговая система изымает из каждой экономической транзакции порядка половину стоимости. То есть это совершенно несопоставимые вещи. И мы просто хотим дать людям инструмент, который позволяет им, дает им выбор. Платить или не платить. Сейчас такого нет. Да, и поскольку это публичный блокчейн, и весь контент, который вы пишете, все транзакции, они публичные, сохраняются, это никому не подчинено. Вот мы запустили и все, это не остановить. Никто не может прийти, кому-то сказать, удалить либо выключить. Это уже работает. Сейчас порядка в нашей системе уже больше 100 нот, может даже 120. И эту систему очень сложно цензурировать. Есть социальный консенсус на самом сайте, касательно того, какой контент мы хотим видеть на сайте. Но в блокчейне, какую бы информацию ни записали, она там сохранится навечно и будет доступна всем. Это нельзя заблокировать. Доход от постов и лайков. Ну а что, тут все достаточно просто. Система устроена таким образом, что она имитирует некое количество токенов, которое распределяет между теми, кто создает контент, на основании лайков, голосов всех пользователей, пропорционально силе голоса каждого. На самом деле это немножко меняет парадигму текущих социальных медиа и типпинговых платформ. Потому что в случае с текущими социальными медиа понятно все, все ясно, даже обсуждать не хочется, плохо все. А есть большое количество типпинговых проектов, которые хотят решить проблему вознаграждения авторов в социальных медиа, но они не учитывают, что это в принципе по дизайну работает плохо, потому что существуют когнитивные косты на транзакцию. То есть человек каждый раз, даже если транзакция стоит несколько центов, когнитивные затраты на принятие решения выше, чем сама транзакция. И для того, чтобы решить эту проблему, было принято решение платить вознаграждение не со счета юзеров, а из эмиссии системы. То есть это такой автоматический алгоритм ранжирования и дистрибуции эмиссии за счет создания высококачественного контента. Да, немножко поясню. Дэн Ларример, который придумал это, он совместил социальные сети и блокчейн. И как алгоритм, который положен в основу блокчейна, что он делает? Он позволяет каждому участнику сети создавать ценность. И когда человек лайкает тот или иной пост, он также привносит цен на систему. И сама система, в зависимости от того, какую цену создал человек, его вознаграждает в токенах этой системы. То есть идея достаточно простая, но вот он был первым, кто это сделал. Вот, математический нотариат – это то, что приходит с аккаунтом в голосе бонусом, потому что сама система подразумевает то, что это механизм таймстемпинга любых документов. Ну, как бы я не знаю, кто из вас… Поднимите руку, кто любит нотариусов? Да, но это жулики. То есть как бы основная работа нотариусов сводится к тому, чтобы подтвердить, что этот документ существовал в определенное время и был подписан каким-то лицом. Ну, как бы банально. Наш блокчейн, вообще любой блокчейн, позволяет решить эту проблему простым механизмом таймстемпинга. Есть цифровой документ, с него вычисляется хэш. Он уникален для этого документа. Хэш записывается в блокчейн. С этого момента можно судить о том, что этот документ действительно существовал в данный момент времени. Мы идем дальше и позволяем класть контент сам непосредственно контент. Не хэш, а контент. В блокчейн, таким образом давая возможность бизнесу, я не знаю, государству, людям пользоваться сервисом пожизненно бесплатным по математическому нотариату любых документов. Публично. Когда человек приходит на голос, он получает не просто аккаунт, он получает еще и индивидуальную цифровую подпись. Не стоит путать, не ту, которую выдают вам государство, и которой нужно еще, наверное, платить и спрашивать разрешение подпису и ставить. Вы сами генерируете ее и можете подписывать все транзакции внутри сети. Да, то есть как бы логика математического нотариата исходит из того, что в системе есть репутационная вообще репутация, да, и по мере развития сети будет ясно о, ну скажем так, этот аккаунт, он действительный или нет. Там, я не знаю, вы видели, Twitter сейчас ставит маленький синенький кружочек, да, что вот этот аккаунт, он популярный и оригинальный. В нашем случае этот вопрос решен децентрализованно, да, есть репутационная система, которая никак не привязана к тому, сколько у вас денег, она считается только от того, как вы ведете себя в этом сообществе. Приватные сообщения. На самом деле сейчас очень острый вопрос в мире стоит касательно приватности. Я лично как отношу себя к криптоанархистам и считаю, что это лично дело каждого иметь инструменты и, вообще, возможность пользоваться, использовать приватную переписку. И здесь в блокчейне по дизайну встроена возможность для приватного сообщения, лучше даже сказать, приватного мейлинга, когда у вас есть ключ приватный, которым вы подписываете свое письмо, сообщение, и у вашего собеседника также есть, и вы просто отправили ему сообщение, которое хранится на блокчейне, которое можете прочитать только вы вдвоем. Никто больше это сделать не может. И, в принципе, это тот самый приватный мессенджер на блокчейне, о котором многие говорили, но вот он уже есть. Он есть и в стимите, и в голосе. Можно пользоваться. Ну, в клиенте он пока еще не реализован в плане в браузере, да, но в блокчейне есть этот функционал, он живет. Мы вообще считаем то, что приватность коммуникации это фундаментальное право и то, что сейчас там происходит с пакетом закона Яровой. Да, ну, ребят, извините, конечно, это bullshit, потому что запрещать математику, как бы мозгов много не надо, просто это невозможно. Да, то есть мы просто хотим дать людям гарантированное право на приватные коммуникации вне зависимости, чтобы у них был выбор. И все это открыто. Каждому можно зайти, в отличие от Facebook, контакта, Twitter, все эти темы закрыты. Голос, сам блокчейн и клиент, вы можете зайти, посмотреть его код, можете сфоркать, запустить свою тестовую сеть, можете хоть свой блокчейн запустить, все запустить, переписать, найти какие-то уязвимости, улучшить, прислать коммиты. Это совершенно другая парадигма вообще разработки и открытости. И сейчас это очень мощный драйвер роста для, именно для нашего проекта, для других многих, которые именно выбирают путь открытого кода для сообщества. И каждый имеет способность, возможность внести вклад в развитие проекта. Открытые данные, ну на самом деле есть кипиш сейчас и интерес в том числе государственных структур. Бизнес очень смотрит в этом направлении, есть такой, ну как бы тренд. В нашей истории это блокчейн, вся информация историческая с самого начала, с 18 октября, записана и доступна для всех. То есть студенты могут использовать это для целей data science, девелоперы могут делать на этом разные приложения. Государству, если интересно, что там происходит, пожалуйста, приходите, никто ничего не скрывает. Вот, ну как бы штука открытая, прозрачная, просто светится насквозь. И все это работает на базе неподкупного алгоритма. Ну да, там как бы идея в том, то что, ну сейчас есть два таких направления в блокчейн-индустрии. Первое это публичные цепочки, публичные блокчейны, а есть приватные блокчейнные цепочки. В чем разница? Разница на самом деле в том, что в случае с публичными консенсус алгоритм экономический, всегда есть токен, который выгоден валидаторам транзакций. То есть гарантия того, что ваша транзакция запишется, она осуществляется через мотивацию наживы людьми. Это природа экономического консенсуса. В приватных цепочках такого нет. Есть авторитет нод. То есть вот те дизайны приватных цепочек, которые сейчас разрабатываются, они все держатся на авторитете нод. Никакой экономикой там не пахнет. И наша история в том, что консенсус в голосе экономический и регулируется только акционерами сети. То есть есть токены, которые можно сравнить с акциями этой децентрализованной автономной организации, через который осуществляется принятие решений. И до тех пор, пока не будет сетью принято решение работать на другом коде, она будет молотить тот код, который есть. И вмешаться в этот процесс, скажем так, очень маловероятно можно. И никто не может прийти, как мы уже говорили, попросить что-то выключить, изменить. И это на самом деле очень мощный инструмент, смотря как в каких руках. Но это то, что есть по дизайну и для каждого из нас, из вас, из нас выбирать, как этим пользоваться. И рекламы нет. Да, самое главное, то, что фактически мы в голосе решаем проблему, которая сейчас там остро стоит в социальных медиа. Люди не любят рекламу. Поднимите, кто пользуется этот блоком руки. Вот, видите? Почему? Да потому что затрахало. Вот. Вот это мало того, что, ну, как бы отвлекает, фокус смещает. А, так это еще, как бы, и, ну, достаточно, давайте так, это грязный бизнес. То, как сейчас работает протокол RTB, да, когда вы заходите на сайт и по вашей куке происходит идентификация каким-то чуть ли не скайнетом в течение 100 миллисекунд. 10 тысяч продавцов рекламы лично за вас торгуются и показывают вам этот баннер. Вот. В зависимости от того, что вы делали там в интернете за последнее время. Ну, как бы это сильно очень нарушает приватность. И дизайн голоса, он в том, что сеть может жить без рекламы. Есть, фактически, бизнес-модель обеспечена токенами, которые имеют внутреннюю ценность. Внутренняя ценность выражена в том, что аккаунт стоит денег, да, немного, но стоит. Внутренняя стоимость выражена в том, что в зависимости от того, сколько у вас токенов, такую долю в пропускной способности сети вы можете себе обеспечить. Вот. И внутренняя стоимость в том, что есть там механизм вестинга, который дает вам просто право на дополнительный доход за счет долгосрочного коммитмента инвестиций. А что тут? Как бы сам себе банк, сейчас есть такое слово, там блокчейн пиарится на этой теме. Ну, вот у нас есть такая же штука, только реализовано это на данный момент с двумя токенами. Первый токен — это, собственно говоря, токен голоса. Да, это фундаментальный токен в сети. И второй токен в сети — это золотой. Золотой — это один токен золотого равен одному миллиграмму золота. Значит, все это учитывается, полностью контролируется пользователем через приватные ключи. И самое главное, да, что мы позволяем делать регистрации без смс, без паспорта. Абсолютно любой человек на планете Земля, или робот, или ребенок, или, не знаю, кто угодно может прийти, зарегистрировать аккаунт и пользоваться. То есть ограничений в нашем дизайне, такие, какие существуют в традиционных финансовых индустриях, их нет. И самая главная фича, на которую мы делаем ставку, это наличие в системе стабильной валюты, которая имеет все свойства биткоина, но при этом не имеет недостатков, связанных с волатильностью биткоина. Золото, дамы и господа, почему золото? Да все очень просто. За последние 15 лет доллар подешевел к золоту в 5 раз, рубль в 10. Думайте сами. Каждый день, когда вы делаете расчеты в рублях, каждый божий день вы рискуете, вас размывают. Плюс у вас очень сильно ограничены возможности по международным расчетам. Не очень, а скажем так, сильно ограничен. Мы предлагаем в качестве эксперимента золотой как способ расчетов в сети. Способ, который позволяет, во-первых, избежать валютных рисков, потому что золото исторически это один из самых стабильных активов. И B это способ международных расчетов. И C как бы мы ждем ваших идей. То есть мы не знаем, как этим будут пользоваться. Значит, как эта штука работает? Назад. Как эта штука работает? Важно понимать, что это фактически является, вот этот токен золотой является умным контрактом. Вот то, о чем сейчас говорят. Это как бы один из кейсов применения технологии умных контрактов не на Ethereum, внутри нашего собственного блокчейна. Это обыкновенный финансовый инструмент, дериватив. Конвертируемый долг. Что это означает? Если рассмотреть токены голоса как акции, то токены золотого можно рассмотреть как долг блокчейна. Значит, механизм такой. Блокчейн печатает эти токены за посты. То есть имитируются эти токены только тогда, когда пост доказанно набирает какую-то ценность. Вот. Механизм ценовой привязки осуществляется через децентрализованные дата-фиды, которые поставляют делегаты. Об этом попозже. И фактически это является обязательством блокчейна выплатить вам некое количество голосов по цене, равной золоту на данный момент. Для того, чтобы снять все сразу же вопросы, связанные с устойчивостью этой конструкции экономически, да, ну, как бы есть такое понятие, как депт-эквити-рейт, соотношение до долга к собственности. И там в традиционном финансовом менеджменте это соотношение может быть там 30, 40, 50 процентов. Я молчу вообще про банки, да, что они делают с частичным резервированием, там иксы идут. Вот. В нашем случае это 2-5 процентов. То есть система запрограммирована таким образом, что объем долга вот этого, да, выраженного в золоте, практически никогда не будет превышать 5 процентов от капитализации сети, что делает этот механизм, ну, дико устойчивым в сравнении со всем, ну, что существует на данный момент. Теперь самое интересное. Мы немножко рассмотрели, как это работает, но теперь посмотрим, почему оно работает и почему эта система устойчива. Механизм работы, который положен в этот блокчейн, называется Depost Delegated Proof of Stake. В майнинге, в частности биткоина, наверное, как вы слышали, лежит механизм proof of work, когда майнеры, участники сети соревнуются между собой в вычислительных мощностях за возможность, вероятность за единицу времени наманить блок. Здесь у нас есть делегаты. Это участники сети, которые проявили желание подписывать блоки и привносить дополнительную ценность сети, улучшать ее. Эти люди выбираются всеми участниками в сети. То есть любой, кто зарегистрирован на голосе, может проголосовать за понравившийся ему делегат. Он как партийная система почти. И этот человек, он фактически нанимается системой, ему платятся новые имитированные токены за то, что он подтверждает блоки, поставляет ценовые фиды постоянно и улучшает, развивает сеть. Достаточно любопытный механизм, поскольку именно в контексте социальной сети он является очень сильным драйвером роста. Когда мы запустили это, буквально в течение нескольких дней у нас формировался уже первый пул делегатов. И эти люди, представляете, 20 человек, кто-то может что-нибудь накодить, кто-то сделает блок-эксплорер, кто-то напишет документации. Вот эти люди постоянно работают над улучшением проекта. И вот здесь вот есть список, правда из 10 человек, но я думаю, в принципе, в этом зале могут поднять руку люди, кто есть в этом списке. Дима? Практически половину списка делегатов. В частности, Дима, что ты сделал как делегат за последнее время? Я настроил скрипт, который поставляет в режиме реального времени данные по результатам краудсейла, цену на токены голос, что позволяет нам в приложении, в веб-браузере отображать потенциальный размер выплаты по конкретным постам. То есть система динамически определяет всю экономику за счет всего-навсего одного показателя. Он есть механизм изучения, там, discovery, рыночной цены базового токена. Благодаря этому становится возможным достаточно большое количество прикольных штук, в том числе золотой. Вот. Я бы немножко еще чуть-чуть больше проговорил, на самом деле, про концепцию делегейтед proof of stake, потому что я на нее смотрю, как на некий аналог существующей демократии немножко по-другому. То есть у нас… Новая аристократия. Ну да, то есть это не совсем демократия, потому что решения принимаются как бы… Это скорее радикальный капитализм. Потому что мало того, что решения принимаются не в логике «один человек, один голос», а в логике «количество твоих акций», да еще и в квадрате. Это в случае с постами, в случае с выборами делегатов, квадратичная функция голосования не применяется. Но идея такая, что можно очень легко, чтобы понять, как это работает, можно сравнить с нашими тремя ветками власти. У нас там есть законодательно-исполнительное-судебное, в одной из которых законодательно есть 450, ну я сейчас про Россию, 450 депутатов, которые выполняют там определенную функцию. У нас все эти три ветки соединены в одной. И диверсификация рисков осуществляется не за счет распределения функций, а за счет распределения большого количества функций на разных людей. В нашем случае сейчас 20 полностью оплачиваемых делегатов и порядка там 100 уже резервных нот, 80, 80, 100. Чем это еще круче? В существующих избирательных системах есть сроки голосования, то есть как бы избрался, вложил денег, все и сиди, качай. Здесь такой штуки не может быть, потому что это fluid democracy, это механизм динамичного изменения должностного статуса, потому что сеть может выголосовать делегатов фактически в несколько минут. То есть грубо говоря, делегат, который начинает себя вести как-то не в соответствии с ожиданиями, очень быстро вылетает, потому что вся его деятельность очень прозрачна. Таким образом мы снимаем большое количество рисков внутри самоуправления этой сети и мы верим, что это вообще будущее. Подобный механизм – это будущее таких автономных самоуправляемых систем. Да, в конце концов это то, как вообще должны работать вещи. К примеру, человек, который попал в этот список, пока он приносит какую-то ценную сеть, генерирует ее, он нанят систему, ему это оплачивается. Если он хочет продолжать, то есть ему это нравится, то он постоянно конкурирует со всеми другими делегатами. Если приходит человек, который для системы делает больше, то он автоматически поднимается, не автоматически, а за счет голосования, поднимается выше. И таким образом все вот эти делегаты, конкурируя, очень сильно развивают постоянно сеть. Просто даже сложно представить, к чему это может нас привести. Да, но мы запустились 18 октября. У нас уже три разных блок-эксплойера работает. У нас уже есть куча разных скриптов, написанных просто сообществом. То есть это работает удивительным образом. Документация. Люди проводят аудит кода, находят уязвимость. Если у нас есть система баунти для этого, для критических уязвимостей блокчейна в клиенте, в инфраструктуре. Люди приходят, они реально замотивированы. Поскольку они, первое, имеют экономическую мотивацию, и второе, они конкурируют за то, какую ценность они приносят в сети. Хранилище документов. Ну, как бы здесь одна, ну, очень простая идея о том, что там это скорее слайд для разработчиков, то, что это достаточно дешевый способ, да, избавиться от критического бэкэнда, потому что здесь и сейчас в блокчейн можно очень дешево записывать разные документы, JSON, Markdown, HTML, для разных целей, там ограничение только фантазия. Вот. Не работает сейчас это по-нормальному с бинари данными, потому что, ну, это совершенно другой класс задач. Пока что медиа контент, штука хранить не умеет. Мы думаем сейчас, как решить эту проблему. Вот. Ну, просто вот не мог об этом не сказать. Да, у нас еще есть видение такой интересной технологии, как блокчейн, как бэкэнд. То есть сейчас есть блокчейн голоса и есть сайт голоса, который является просто клиентом, точкой входа, пока единственной, в подключении к блокчейну. Но представьте, что у вас есть какой-то ресурс, будь то медиа ресурс, либо ваш персональный блок, и ваша информация хранится не на каком-то сервере либо в базе данных, которая у вас установлена, а в блокчейне. Просто записывается в блокчейн за счет того, что вы имеете право на его запись, имея аккаунт, доступ. Да, то есть как бы это реально дешевле, это реально безопаснее, это реально надежнее. И самое главное то, что производители контента, используя свою базу данных, вообще никак не участвуют в продвижении того контента, который они записывают, свою базу данных. В случае, если они записывают свой контент в блокчейн голоса, они получают вероятность дополнительного заработка в дополнение к тому, что экономят косты. То есть в принципе там есть идея у нас разработать некий такой конструктор для блогов и разных новостных ресурсов, чтобы там любой владелец подобного сайта мог прийти там установить себе простейший софт и решить большую часть головника, связанного с, скажем так, с администрированием и продвижением производимого контента. Да, сеть запущена. 18 октября мы запустили публичную сеть. До этого мы два раза прошли через… сначала прошли через бесчисленное количество приватных тестнетов, прошли через два публичных тестнетов, первым, в котором мы устранили некоторые экономические баги, связанные с экономикой. И отработав все провериво второй, мы вот 18 октября запустили сеть и сейчас уже порядка 700 тысяч блоков в этой сети. Блокчейн только родился, он сейчас даже весит около 200 мегабайт. Представьте, сейчас, наверное, в сети 10 тысяч аккаунтов, какая-то часть из них постоянно активна, все не пишут контент, и вот это все сейчас занимает 200 мегабайт. Анонсы. Да, ребят, сегодня мы хотим потусить. Всех приглашаем на авторпати 18.00 в Джойс Бар. Здесь где-то неподалеку. Там загуглить можно. Кстати, можете поднять руку, кто хочет прийти? Просто хочется понять. О, огонь! Огонь! Нас много. Да, и пару еще анонсов от меня для разработчиков. Завтра, 11 числа и по 13 число, в воскресенье, Высшая школа экономики проводит хакатон по блокчейну и криптовалютам. Если вы заинтересованы, либо разрабатываете, либо у вас есть какие-то идеи, приходите пообщаться с единомышленниками, проработать и реализовать свои идеи. Я думаю, многим из вас будет интересно. Еще несколько анонсов. Еще несколько анонсов касательно… Результатов. Да, вот сейчас… Смотрите, да, у нас сейчас идет ICO. Цель ICO – это просто распределение токенов изначально, потому что там в Steam это было сделано крайне отвратительно. Вот, собрано… Хотел бы отметить, да, что собрано 120 биткоинов, что как бы для биткоиновых ICO немного, но это больше 5 миллионов рублей. Я посмотрел сейчас на краудфандинговых, краудинвестинговых площадках Рунета, да, какого объема, количество денег собирают при помощи там рублей. Вот, нам говорили то, что ребята, в русскоязычном секторе делать краудфандинг в биткоинах, ничего вы не соберете. Вот, полный булщит, как бы, все штука работает. Более того, скажу, там всего 10 дней прошло, у нас еще есть 23 дня. И, ну, как бы мы ставим себе амбициозную задачу сделать самый крупный краудфандинг, краудинвестинг в истории Рунета. Но в биткоинах. Вот, и доказать всем, да, что эта штука отлично работает, что это для любого бизнеса, как бы дорога открыта. Вот, это первое, что. Второе, мы достигли почти, ну, там зависит от дня, 5, 6, 4 тысяч транзакций. Вот, Костя показывал аналитику по транзакциям. Мы там сейчас находимся уже, там, через 2 недели после запуска в топ-7 блокчейн-систем по транзакционной активности. Вот, наряду с такими штуками, как там BitShares, Litecoin, в 5-7 раз транзакционная нагрузка у нас сейчас выше, чем Next, Dash и Monero. То есть в 2 раза больше, чем Next, Dash и Monero вместе взятые. Вот, это результат. И есть тысячу активных, как бы еще дизайн голоса в том, что там все привязано не к адресам и публичным ключам, а там есть аккаунты. Это осознанное решение. И наш блокчейн, он гораздо прозрачнее, потому что видны все аккаунты. И мы понимаем, что у нас есть тысячу активных пользователей, недельных, дневных, там что-то в районе 300-250. Что тоже как бы уже начало, как бы старт хорошего сообщества. И вот такими результатами хотим вам похвастаться. Да, и мы как команда гиперфонда следим постоянно за идущими ICO, краудфандингами, и знаем, как это проходит. И мы можем сказать, полностью соответственно, что то, как мы проводим наше ICO, это самое открытое ICO, которое вообще когда-либо проводилось. Да. То есть мы смогли организовать самое прозрачное ICO в истории краудсайлов. То есть как бы в случае там с эфириумом все было сделано классно, но кроме адресов ничего не было видно. В нашем случае это конкретные люди, которые пишут конкретные вещи, которые иногда верифицируют свою личность. Это не имело прецедентов. Это то, с чего я начинал. То есть это штука для репутации. Вот. У нас как бы очень простой таймлайн. Мы 3 декабря заканчиваем ICO, и 15 января сеть будет начислять первые выплаты уже в токенах голоса и золотых. Дальше сеть переходит в полностью децентрализованный режим. Уже с 4 декабря мы никак не можем как создатели ее контролировать, потому что там за создателями остается что-то в районе 17% токенов в сети. И сеть переходит в полностью децентрализованный режим. Ну как бы история только начинается. Очень интересно. Присоединяйтесь. Спасибо большое. Так, если есть вопросы, можно еще задать. Так, по-моему тут первая рука была. Добрый день. У меня такой вот вопрос. Ну, соответственно, это будет user generation content, но мы все знаем, что в эти социальные сети люди тащат контент пиратский. Как в этом случае вы будете общаться с правообладателем? Будет ли это просто пиратская сеть, где никто не может ничего предъявить, либо в конце концов они предъявят, как-то бы с ними делиться? А давай по порядку. Хорошо. Ну, смотри. А, мы не можем управлять этим процессом сами, вот как создатели. Этим процессом управляет сообщество. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас то, что люди очень ревностно относятся, когда контент тырят. То есть, как бы ты можешь зайти посмотреть, есть куча постов с флагами, только потому что это как бы копипаста. На самом деле на этот вопрос должно ответить сообщество. Какой контент она хочет видеть? Хочет она видеть ворованный контент? Что она понимает под ворованным контентом? И как это будет выглядеть дальше? Пока что люди не любят ворованный контент. Вот так вот. Окей. И второй вопрос. Вы сказали по поводу золота и дериватив. К чему будет привязано? Где находится Fort Knox, если это золото? Либо это привязка к какому-то опциону, который вы купили? Ну, ты понимаешь, да, то, что для того, чтобы тебе создать дериватив, на золото тебе не нужно иметь золото. Ты это понимаешь? Ну, да. Что? Золото какое? 999 пробы. Стоимость определяют делегаты, которые поставляют, то есть 20 делегатов поставляют цены. Они как бы определяют, какой конкретно за базовый актив будет взят. Пока что рекомендация это брать там то, что там условно, ну, Yahoo публикуют на данный момент. Если эта цена будет работать плохо, да, или будет отражать не так. Рыночное, ну, реальное положение дел. Каждый из делегатов может выбрать свой источник. Таким образом, ты начнешь, ну, как бы ты найдешь где-то среднюю правду. Вот. То есть если тебе не нравится, какой ценовой фит поставляет делегат, да, ты за него не голосуешь, говоришь, он плохо себя ведет. Я вот буду голосовать за этого. Он несет ценовой фит из правильного места. Один вопрос. Добрый день. У меня вопрос. Я написал пост оригинальный контент. Вот. Я получил оценку от участников сети. Я получил золотые за это. Что я могу с ним сделать, с золотым, с этим? Я его могу продать или вывести в фиат? Вот. И как это будет связано с привязанным стоимостью золотого к стоимости золота? Ну, смотри, как бы и голос, и золотой – это просто блокчейн токены, да. Как бы сейчас достаточно большое количество блокчейн-активов, которые торгуются к биткоину. Мы, как бы, исходя из нашего опыта, полученного с работой с блокчейн-активами трехлетнего, мы понимаем то, что, в принципе, ликвидности создаются на биржах достаточно быстро. На данный момент нас поддержало там две локальные биржи – Куна из Украины. И ликви, да, рано или поздно, возможно, да, то есть вам хотелось бы попасть на более серьезные площадки, там, типа Poloniex, Bittrex. То есть в стиме, как бы, это работает великолепно. Там в течение, не знаю, 30 минут ты можешь, да, ты можешь конвертировать эти токены в любую национальную валюту, не только в рубли. Через биткоины. Достаточно быстро и легко. То есть там цепочка идет, криптовалютная биржа, а потом площадка типа LocalBitcoins. То есть курс будет свободный. Курс свободный, да, мы никак им не управляем. Это рынок. У нас есть видение, что она может превратиться в гораздо большее. Ближайшие наши планы входят интеграция туда, голосование на блокчейне, децентрализованного, автономного и умных контрактов. То есть, в принципе, мы получаем социальное взаимодействие, документы, вместе с экономической системой. И вот эта платформа, она… С паспортом, подписями, репутацией. Да, последствий может быть гораздо большим, чем есть сейчас. Но это все будет зависеть от каждого из нас, от сообщества, от тех людей, которые к нам присоединяются. Потому что абсолютно каждый может вложить вклад в развитие этой системы. Каждый голос будет услышан. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.